Это вести в начале о том, как Владимир Путин встретился с пятью бывшими главами регионов. Президент принял их накануне, поздно вечером в Кремле. Путин поблагодарил за проделанную в регионах работу. Он также выразил надежду, что ушедшие в отставку руководители помогут своим преемникам освоиться на новых местах. Начать наш разговор хотелось бы с благодарности вам за работу, которую вы проделали в этих регионах. За годы вашей работы регионы изменились и изменились в лучшую сторону. Хотя, безусловно, проблем всегда и везде хватает. Ротация – это естественный совершенно процесс, само собой разумеющийся. Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы. Я буду всячески этому способствовать, чтобы ваш опыт и ваше знание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом был эффективно использован в будущем. И, конечно, рассчитываю на то, что вы сделаете все для того, чтобы помочь, поддержать ваших преемников в их работе, за которую они сейчас берутся. Подробнее о новых исполняющих обязанностей глав регионов смотрите прямо сейчас в нашей справке. Максим Решетников окончил Пермский государственный университет. С 2009 года работал в администрации Пермского края. С 2012 года назначен руководителем Департамента экономической политики и развития Москвы. 6 февраля 2017 года указом президента назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края. Алексей Циденов окончил Дальневосточный государственный университет путей. С декабря 2011 года возглавлял Федеральное агентство железнодорожного транспорта. В 2012 году назначен заместителем министра транспорта Российской Федерации. 7 февраля 2017 года указом президента назначен временно исполняющим обязанности главы республики Бурятия. Андрей Никитин окончил Государственный университет управления. В 2011 году избран генеральным директором агентства стратегических инициатив. 13 февраля 2017 года указом президента назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области. Николай Любимов окончил Калужский государственный педагогический институт имени Циолковского, а также Московский гуманитарно-экономический институт. С 1997 года работал в правительстве Калужской области. В 2016 году избран депутатом Государственной думы в составе федерального списка «Единой России». 14 февраля 2017 года указом президента назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области. Артур Парфенчиков окончил Ленинградский государственный университет имени Жданова. С 1995 года заместитель прокурора Петрозаводска. В 2006 году возглавил Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу. С 2008 года директор Федеральной службы судебных приставов, главный судебный пристав России. 15 февраля 2017 года указом президента назначен временно исполняющим обязанности главы республики Карелия.